Судебные приставы встали на тропу войны с тараканами, точнее, собственницей квартиры, которая устроила в своем жилище зоопарк. Соседи терпели антисанитарную обстановку в течение 10 лет, решили обратиться в суд. Там постановили устранить нарушение санитарно-гигиенических требований. Сделать это оказалось непросто, ведь Светлана буквально отрывала от сердца каждую вещь. Светлана Ивановна, служба судебных приставов. Светлана Ивановна признается, решение суда не исполнила. Говорит, что уборку сделает, но позже, в свой день рождения. Особое событие должно выпасть на особую дату. Я не убрана. Давайте показывайте, мы посмотрим сейчас, что вы сделали хотя бы за этот период. Светлана, как видно, не сделала ничего. Квартира просто кишит насекомыми. Столи редкие гости современных городских квартир, как тараканы, чувствуют себя здесь комфортно. Женщина говорит, что придумала для них специальные ловушки. Но усатые все равно не уходят из этого дома. Такая система. Мы обратили внимание, что давайте будем тогда банки ставить, а они туда заползают и там подыхают сами. Сами уничтожают. Сюда вводим банки? Да. Сами себя топчут и сами себя убивают. Я не знаю, как это происходит. Но это и так на самом деле идет. Моя сестренка принесла мясорубку, купила за 35 рублей. А там были мне тараканы. И вот что получилось. Развелись эти таракани. У нас никогда раньше не было такого. Вот из-за этой мясорубки долбаные. Думаем, мясорубка тут ни при чем. Просто кто-то очень не любит расставаться с очень нужными вещами. Приставы должны проконтролировать, чтобы решение суда исполнили. А это значит, в квартире должны навести порядок. Представителям ведомства ничего не остается, как помочь нечистоплотной хозяйке. Рабочие разбирали и выносили хлам в течение шести часов. Светлана печалилась. Судебные приставы непреклонны. На помойку отправилось все, что недавно оттуда перекочевало в квартиру Светланы. Но за один раз всю эту красоту не уберешь. Бригаде предстоит еще побывать здесь. Произвести обработку помещения, чтобы избавиться от грызунов и тараканов. И только тогда соседи Светланы вздохнут спокойно. Я тараканов строю на парад. И вон, видите, все везде. У меня все искрашено. Отдайте мне мою лампочку, она целая. Вы что делаете-то? Успокойтесь, какая лампочка. Целая барахла разбитая. Да вот, давайте включим, я посмотрю. Посмотрим, давайте, вот. Вы что втажно-то убрали лампочку мою? То, что просите оставить барахлу, который вы притащили из помои. В данной квартире настолько все захламлено, столько мусора находится. И продуктов жизнедеятельности, которые уже месяцами, наверное, а то и годами, которые находятся. Такое зловоние рабочие, которые осуществляли вынос, освобождение помещения. Ну, там порой не могли находиться. То есть, вот, доходило до работных позывов. Интересно, как быстро Светлана сможет восполнить свою утрату и натащить в квартиру новых вещей. С трудом верится, что женщина исправится, как это сделала героиня сказки Корнея Чуковского. Запасливой амичке предстоит оплатить исполнительский сбор в пять тысяч рублей за нарушение закона. Продолжение следует...